Всем привет, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, и я решил поиграть в игру Hellblade Senua's Sacrifice. Игрушка новая, но меня дико зацепил трейлер этой игры, так что давайте посмотрим, что она из себя представляет. Я думаю, что игра будет очень атмосферной и интересной. Здравствуй. Кто ты? Ну, впрочем, не важно. Приветствую тебя. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь, рядом, чтобы тихонько говорить с тобой, не тревожа других. Послушай, я расскажу тебе о Сенуа. Ее история уже подошла к концу, но сейчас начинается снова. Она дышит. Она дышит. Она все ближе. Она дышит. Она знает, что приближается. Она чувствует это. Они хотят тебя. Они хотят тебя. Это путешествия в глубины тьмы. После этой истории и других историй не будет. Что она делает? Зачем она это делает? Они чувствуют, что ты идешь. Она должна спасти его. О, извини. Я забыла рассказать тебе о других. Ты ведь тоже слышишь их? Они всегда здесь были со дня трагедии. Ну, это не совсем верно. Некоторые из них тут давно. Некоторые недавно. Но все они изменились. Думаю, тьма изменила их так же, как изменила и ее. Ты видишь их? Да. Почему она не смотрит? Почему ты не смотришь? Смотри. Там впереди. Ты тоже видишь? Да. Это место действительно существует. Она наконец-то добралась. Это страна тумана и мрака. Северя не зовут это место страной Хель. Возвращайся. Это опасно. Возвращайся. Здесь не безопасно. Возвращайся. 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 Они здесь. Я всегда обожал скандинавскую мифологию. Оглядись вокруг. И ты увидишь их. Утопших. Больных. Убитых. Они повсюду. Их тела гниют на полях и в реках страны Хель. Но здесь мертвые не всегда лежат спокойно. Нет. Это не место упокоения. Ты их видишь? Они сделают то же самое с тобой. Они смотрят. Остановись. Ты чувствуешь ее? Они следят за ней. Ты так близко. К тьме. Иди назад. Ты чувствуешь ее? О чем она думает? Я расскажу тебе. Ей страшно. А тебе бы не было страшно? Кажется, она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет. Но тьма... Тьма разрастается. Становится сильнее. Нависает над ней. Можно притворяться, что ее нет. Отворачиваться. Но она всегда рядом, хоть и невидимая. Там, где ты уязвимее всего. Она как будто знает, сколько тебе нужно света, чтобы видеть ее удушающую мощь. Они чувствуют тебя. Ты думаешь, что она очень храбрая, раз отправилась в такое путешествие одна. Но ею движет не храбрость. Храбрость для тех, кто боится смерти. Страх сильнее, он гораздо, гораздо глубже. Итак, мы прибыли, да? Класс. Этот стереоэффект звуков просто сумасводит. Что она ищет? Что осталось позади? Я знаю, о чем она думает. Я слышу ее мысли. Еще не поздно сесть в лодку и вернуться. Никто не осудит ее. Никто об этом не узнает. О, она услышала нас. Пути назад нет. Тора, как же ты глупа. Ты можешь это сделать. Сэну отталкивает прочь мир, которому все стремится причинить только боль. Возвращаться незачем. И ждать можно только худшего. Может быть, ты пойдешь с нами? Может быть, тебе тоже есть место в этой истории? Пойдемте разбираться, что это за история, что нас ждет впереди. Я уже заинтригован просто дичайше. Сосредоточься. Смотри ближе. Окей, я все понял. Не забывай мои истории, Сенуа. Потому что твоя тьма идет из Хель. Там тебя ждет твоя судьба. Говорят, что горящие тела оказываются прямо у ворот Хелли. Но этого пути не минуют ни боги, ни люди. Ты должна покинуть остров Оркли через Восточное море. Найти путь, ведущий на север, через темные равнины. Через девять ночей пути ты отправишься вдоль большой реки и увидишь мост. Покрытый золотом. Отсюда начинается дорога в Хельхейм. Мост ведет через реку Ножей. Река эта течет из темного мира, а не в Хельхейм. Ну что ж. Тихо, тихо. Нам с вами нужно найти золотой мост. Пойдемте вперед, мы в принципе можем бежать. Что она делает? Развернись, развернись. Они идут. Они идут. Динозавр, они идут. Кто идет? Беги, ей нужно бежать. Почему она не бежит? Бежим. Хорошо, бежим. Тьма приближается. Она желает жизни. Она изголодалась по жизни. Как стая волков на охоте. Но она не остановится. Ладно, идем вперед. Вау. Слушайте, как сделано. Просто мега атмосферно. Реально суперски. Но не в этот раз. Мы дошли до моста. Ты видишь? Страна мрака и тумана. Старый дурак был прав. Как он говорил? Река ножа, из-за которой лежит страна Хельм. Место, которое зовут Хельхейм. Он потерян. Ты не можешь его спасти. Он потерян. Где ты? Это глава. Я слышу тебя. Чья это глава? Сенуэр. Сомнений нет. Источник тьмы где-то в Хельхейме. И богиня Хелла держит его душу там. Я иду. Ее милого, возлюбленного, Дилиана. Она отправилась в это путешествие ради своего умершего возлюбленного, Дилиана. Вы в мир мертвых. Почему она это делает? Почему не повернет назад? Она это делает ради него. Она хочет спасти его. Но он уже мертв. Он мертв. Мост Хельхейм. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что к нему есть тайная дорога. Посмотрим, что будет дальше. Давай посмотрим. Старая дорога должна быть где-то здесь, да? Да, вот она. Как же все красиво сделано. Так, еще один знак. Еще одна руна. Северяне говорят, что есть девять миров. Мир людей известен как Мидгард. Небеса, где живут боги, Асгард. Боги земли, урожая, ветра и море обитают в Анахейме. Добрые эльфы живут в Альфхейме. А злые духи в Сфартальфхейме. Великаны живут в Йотанхейме. Огненные великаны обитают в Муспельхейме. Нефхельхейм, мир льда и тьмы. Хельхейм же населяют только мертвые. Туда ты и должна отправиться. Ну что ж, пойдем в Хельхейм, мир мертвых. Первый раз я познакомился с скандинавской мифологией очень давно. Наверх, крабкайся. Что там наверху? Я читал помню книгу, приключенческую книгу. Это было еще в школе, это было больше 20 лет назад. И меня эта мифология полностью захватила. Погнали. Погнали, посмотрим, что здесь есть. Ты не знаешь, куда ты идешь. Да, я не знаю, куда я иду. Развернись. Просто падай вниз. А что там внизу? Вниз. Как мне туда спрыгнуть? Ага, понятно. Зачем она это сделала? Теперь она вниз может вернуться. Нет. Вот она. Тайная дорога. Вот она. Это опасно. Казни их. Это причина тебе вреда. Это навредит тебе. Это опасно. Не убивай меня. Я не из них. Я просто прячусь. Я просто прячусь. Я знаю, если прятаться, то дольше проживешь. Я не дамся больше этим ублюдкам и меня не поймать. Никогда! Постой. А кто ты? Друт? Это ты? За мои рассказы о северянах, меня прозвали Друтом. Лжецом. Старым дураком. Но Друт знает правду. Я рада, что ты здесь. Ты сдержал свое слово. Вести тебя в этой жизни и в той. Я буду рассказывать тебе свои истории о Хель. Если ты позволишь пойти с тобой. Расскажи мне все свои истории снова, старый друг. Я слушаю. Руны запечатывают врата Хель. Сосредоточь свое внутреннее зрение. И ты увидишь скрытое в открытом. Тебе нужно присмотреться. Я вижу одну. Удержи ее своим внутренним взором и найди такую же, чтобы открыть врата. Ага. Вот. Здесь. Нашел. Гляди на ворота. И ворота откроются. Гляди на ворота. И ворота откроются. Что за вратами? Врата открыты. Иди через них. Врата открыты. Иди внутрь. Куда они приведут тебя? Это не из... Получилось. Получилось. Шесть лет я был рабом Хель. Но я следил за северянами. Изучил их. Я знаю, что это так. Ты слушал меня? Хотя другие смеялись. Мой народ дорог и за все заплатил. Ради мои истории. И вместе мы покажем северянам нашу ярусть. Орфман, чувствуй нашу фьюрию. Так. Нам куда-то сюда. Пойдемте вперед. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить их всех уйти. Притвориться, что их нет. Но какой в этом прок? Если мы всегда рядом. Да уж. Какой в этом прок? Вау. Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притворяться, что все хорошо. Но все-таки ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты оступишься. Хочешь, не хочешь. А это так? Отлично. Еще один знак. Опять буква М. Миру мертвых правит великанша Хэла. Дочь Локи. Боги страшатся ее крови. Плох род ее матери. А отца еще хуже. Когда она была ребенком, Бог отец отдал ей во владение Хэлхейм и даровал власть над всеми самоубийцами, а также умершими от болезней и лишений старости. Во всех девяти мирах одна лишь Хэла может воскрешать мертвых. Твоего Диллиона принесли в жертву Хэлли. С ней ты тебе и придется торговаться. Понятно. Диллион был самоубийцей? Или он болел? Или что? Мост. Ладно, идем туда. Отлично. Отлично. Игра невероятно интригующая. Меня просто зацепило вот за первые 15 минут, и мне теперь интересно, что будет дальше, и абсолютно точно я буду ее проходить. Игра просто невероятная. Врата. Иди обратно. Пожди их открыть. Врата в Хэлхейм отделяют живых от мертвых. Не лицо ли это самой Хэллы? Полузгнившей богини, правительницы Хэлхейма. Какие бы ужасы не скрывала эта дверь, она должна найти его. Она должна найти его. Давай. Тихо. Здесь кто-то есть. Кто здесь? Тихо. Кто-то поет. Ты... Ты у меня собрала его у меня. Умоляю. Отпусти его. Я дам тебе все, что ты хочешь. Я больше не буду противиться. Верни его. Ого. Черт. Это нехорошо. Дура. Ты умрешь. Сгниешь. Черт, мы заряжены тьмой. Что вообще происходит? Так, тихо. Нет. На. Боевка здесь классная. Боевка здесь просто суперская. На. Еще один. Ну иди сюда. Нет. Шикарно. Сволочь. Что мы должны сделать? Я первый ударил. Есть. А здесь какие-то комбо удары есть или нет? Скорее всего должны быть. Отлично. Господи, он с тьмы соткан. Он соткан из тьмы. Их двое. Их двое. Их двое. Черт. Сенуа. Сенуа. Нет, Сенуа, нет. Я не мог с ними ничего сделать. Не сдавайся. Борис, не сдавайся. Ты сама сделала это. Ты сама сделала это. Тихо. Вставай. О, нет. Что это значит? Видение? Того, что случится? Бедная Сенуа. Тма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Она прогнившая. Теперь она поселилась в ней. Она поползет вверх. К ее голове. Вместилища духа. Пока наконец от нее ничего не останется. Тихо, тихо, тихо. Остановись. Пожалуйста, остановись. Мы должны идти вперед. Все муки окажутся напрасными. Это только дело времени. Удар этих теневых нельзя было отразить. Темный гниль будет расползаться все больше при каждом поражении. Если гниль доберется до главы Сенуа, она умрет. И весь пройденный путь пропадет и забудется навсегда. Я понял. Нельзя умирать. У меня боевка выставлена на максимальный уровень сложности. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Дилин научил ее этому. Темный гниль будет расползаться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она сдержит свое слово. Любой ценой. Мне интересно, сейчас можно было выиграть в этой схватке или нет, потому что мне нельзя было нанести урон. Послушай меня, Сенуа. За этими вратами лежит Хелхейм. Чтобы открыть врата, тебе придется биться с богами, которые охраняют их. Богом огня Суртом и богом иллюзии Вальравном. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Мне кажется, здесь нет никаких сохранений. Так. Секундочку, я вижу. Там знак и там знак. Секундочку. Что это значит? Северяне говорят, что в самом начале не было ничего. Кроме тьмы. Жесткого холода на севере и палящего жара на юге. Они говорят, что лед наползал с севера, а когда приблизился к жаркому югу, стал таять. Сила тьмы вдохнула жизнь тающий лед. Так родился первый великан. Имя ему было. И мир. Лед таял дальше. И сила тьмы дала ему жизнь. И стал лед коровой. И молоком стал кормиться великан. Да, коровой. Этого ты не ожидала? Ну что ж. Первый великан. С кем мне из вас нужно сразиться? Я думаю, пойдем сюда. Вальравн. Прародитель вещанов. Властелин воронов. Он находит жертв при помощи иллюзий и обмана. А потом пирует, пожирая их останки. А вот и он. Иди по пути к Вальравну и срази его в бою, чтобы получить его знак. Без него врата в Хельхэм не открыть. Пойдемте. Господи, какая игра просто невероятно цепляющая. Очень атмосферная, красивая и интересная. И, ну я, как уже сказал, я просто обожаю скандинавскую мифологию. Я влюбился в нее еще с детства. Когда прочитал эту книгу, я не помню, как она называлась. Нужно будет погуглить, поискать ее. Книга была очень интересной. Она переплетала себе наш мир и мир богов. Скандинавских богов Асгард. Главный бюкгерой попал в Асгард. Эмир был инеистым великаном, порождением тьмы, и все его сыновья и внуки были детьми тьмы, как и он. Дети и внуки его были разными. Одни страшны собой, другие хороши. Но изо льда родился и другой, названный Бурри, подобный человеку, большой и могучий. Сын Бурри, по имени Бор, взял в жены хорошую собою великаншу, и у них было трое сыновей. Старший из них, Один, почитается северянами, главным над всеми богами. Богом, отцом. Ага, вот как родился Один. Одноглазый бог. Так. Может быть я где-то еще пропускаю? Я просто хочу внимательно посмотреть, не пропускаю ли я нигде никаких крупиц знаний. Это очень важно и очень интересно на самом деле. Ладно, пойдемте вперед. Пойдемте вперед. Проигрывать нельзя. Я запомню. Здесь вроде ничего. Вообще-то лучше всего, я так понимаю, играть с геймпада, но у меня с собой нету. У меня с собой нету геймпада. Что здесь? Там мост. Там какой-то круг. Здесь, брата, сосредоточься. Здесь камень. Путь к Валерамну скрывает иллюзия. Не доверяй своим глазам. Найди другой путь, чтобы увидеть истину. Иллюзия. 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 Так, что нас здесь ждет? Что это такое? Секундочку. Теперь я там вижу проход. Я так не вижу проход. Я так вижу проход. Если я пройду сквозь этого. Смотри, что-то изменилось. Ты видишь? Забавно. Мы все хотим заглянуть за завесу тайны, не правда ли? Но если нам это удается, мы зажмуриваемся и притворяемся, будто ничего не видели. Ну что ж, друзья, давайте на этом завершим этот первый выпуск. Я надеюсь, что он вам понравился. О, за спиной что-то есть. Я надеюсь, что он вам понравился. Я надеюсь, что вам понравилась эта игра. Меня игра просто неимоверно зацепила. На данный момент это прям моя новая любимейшая игра. Я просто в нее влюбился. И девушка, она хоть и не красавица, но очень интересна. На этом все, друзья. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья. Пока. Надеюсь, я вижу вас в следующем выпуске.